Гонорар Гонорар успеха в Армении не регламентирован и гонорар успеха регулируется соглашением сторон. То есть данный формат между клиентом и адвокатом в плане заключаемого договора и он не запрещен. Но гонорар успеха надо рассматривать, кроме договорных правоотношений, нужно также рассматривать в контексте этики адвоката, поскольку если мы будем однозначно применять возможность гонорар успеха только в контексте договорных правоотношений, у нас могут возникнуть проблемы. Иногда бывают в Армении случаи, когда гонорар успеха также предусматривается в договорах и нам кажется, что все-таки этот вопрос должен быть регламентирован, хотя и международно-правовые акты в этом плане более четкую регламентацию дают. Например, в европейских государствах, во Франции, там гонорар успеха запрещен, фактически запрещен. Однако некоторые европейские страны допускают его применение. Я думаю, что к этой проблеме нужно подходить более комплексно и предусматривать гонорар успеха в контексте адвокатской экстики он не должен противоречить деятельности адвоката принципам свободы адвоката, адвокатской деятельности. Спасибо. Теперь вопрос на другую тему. О подготовке, точнее об образовании адвокатов в Республике Армения. Как это происходит? У нас система образования адвокатов, она довольно-таки своеобразная. Мы позаимствовали эту систему от Франции, французский опыт школы адвокатов. В Армении действует школа адвокатов. Все лица, которые имеют высшее юридическое образование, должны обязательно пройти обучение в школе адвокатов. После успешного прохождения обучения они имеют право стать адвокатом. То есть, дав соответствующие квалификационные экзамены, они получают лицензию адвоката. Важно отметить, что независимо от прежней профессии, юристы во всяком случае должны пройти это обучение. Например, у нас в школе учатся действующие прокуроры, следователи, даже судьи. Какая система обучения? Система обучения у нас подразделена на два этапа. Первая этапа – это, можно сказать, теоретическая часть, довольно-таки большая нагрузка, сопоставимая с магистерским образованием. А вторая часть – это практическая часть, где мы сотрудничаем с офисами адвокатскими организациями, где одновременно проходят практику. Кроме этого, мы даем все необходимые практические навыки, которые необходимы юристу, чтобы осуществлять адвокатскую деятельность. Что очень главное, у нас делается большой акцент на соблюдении этических норм и прививании этих норм для юридических профессий, где эта специфика не так подчеркивается. А установлена для адвокатов Вашей страны обязанность повышать квалификацию регулярно? Обязательно. Каждый адвокат в Армении должен пройти повышение квалификации в размере 24 академических часов. И эту функцию тоже мы одновременно осуществляем. В школе адвокатов? Не только в школе адвокатов, но, можно сказать, основным органом, основной организацией, которая осуществляет эту деятельность, является школа адвокатов. В виде семинаров, наверное, да? Это семинары, это практические занятия, также в основном семинары, да. Понятно. Большое Вам спасибо за ответы на наши вопросы. Желаю Вам успешной дальнейшей работы на форуме. Спасибо большое. Спасибо.